Пожалуйста, садитесь. Мы благодарны Богу, что Господь позволил нам начать сегодня работу нашего очередного съезда отчетно-перевыборного Северо-Западного объединения. Мы благодарны Господу и братьям, служителям и Церкви по местности, что они позволили нам собраться в вашем прекрасном зале, вместе иметь это общение в течение этих дней. И здесь размышлять, молиться, поклоняться Господу, прославлять Его Святое Имя. Мы желаем, чтобы присутствие наше здесь, оно было полезным для всех других, кто будет приходить сюда, чтобы оно было слабою для Господа, и чтобы каждый из нас, побыв на этих служениях, побыв завтра в течение рабочего дня, вот могли почувствовать это веяние Духа Святого, благодати Господней, чтобы наше присутствие здесь и участие в этом служении, оно содействовало тому, чтобы наш духовный рост, он был ощутим для каждого из нас. Это цель наших общений. Поэтому пусть Господь благословит нас. И завтра вечером у нас будет общение, заключительное богослужение. Вот просто хотелось бы вначале напомнить, что те, кто могут завтра пригласить братьев-сестер из поместной церкви, вот чтобы они могли быть здесь на вечернем служении, пожалуйста, приходите, место будет, вот, и участвуйте в этом служении. Потому что вам, это ваш молитвенный дом, ваша церковь, да, я думаю, что это будет очень полезно. Поэтому, кто может передать, позвонить, пожалуйста, вот, постарайтесь это сделать завтра на вечернее служение. Но теперь, перед тем, как мы помолимся, вот, я желаю прочитать Слово Божие. И здесь как раз вот то слово, те стихи, это девиз нашего съезда, о чем мы будем говорить сегодня, завтра. Это очень важный вопрос, особенно в наше время. Итак, 2-е послание к Тимофею, 3-я глава, 14-й стих и 15-й я прочитаю. 2-е послание к Тимофею, 3-я глава, 14-й и 15-й стихи. «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Аминь». Вы знаете, для меня это слово очень дорого, братья и сестры, любого возраста, кто сегодня находится здесь. Апостол Павел молодому служителю, Тимофею, называя даже его сыном своим, да, потому что он родил его, благовествованием будем говорить, и он пишет ему вот такое отцовское слово, отцовское пожелание. Он говорит, «Тимофей, пребывай в том, чему ты научен». Две коротких мысли, вот хотя одно слово «ты пребывай в том, чему научен», но две коротких мысли. Первое. Апостол Павел был уверен до конца. То, что он преподавал Тимофею, то, чему он учил Тимофея, это была истина. Апостол Павел в этом нисколько не сомневался, и поэтому уверенно говорит, «Тимофей, пребывай в этом учении». И почему он призывает его к этому? Потому что Павел осознавал, что придут времена, когда появится много других учений, много других направлений, много других течений, будет все новое, новое, новое. Павел говорит, «Тимофей, пребывай в том, чему ты научен, помня и зная, кем ты научен». И я думаю, что он, конечно, имел в виду и то, что он сам преподавал Тимофею. «Прибывай» – это не просто, может быть, такое моментальное присутствие там или здесь, это не двухдневное участие даже в конференции, в работе съезда. «Прибывай» – это означает постоянное нахождение в этом состоянии. «Прибывай, Тимофей». Иисус говорит, «Прибудьте во мне, как я в отце». «Прибудьте». Это постоянное пребывание. Кто пребывает, веточка на лозе виноградной, тот приносит много плода. Вот это пребывание – это постоянное, тесное общение с Господом. Это не воскресные богослужения, это не какие-то семинары, это небольшие конференции, пусть даже тысячные. Нет, дорогие друзья, мы побыли на конференции, побыли на семинаре, много, может быть, возьмем полезного для себя. Но пребывать – это постоянно находиться вот в этом учении, в учении Евангелия, которое оставил нам Господь. Я хочу, чтобы молодые люди, особенно братья и сестры, могли взять для себя это слово, пребывать в том, чему были научены. Это очень и очень важно. Так вот, Павел Апостол, он не сомневался в истинности того, что он преподавал. И он призывает Тимофея, чтобы Тимофей постоянно в этом пребывал. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы загорелись вот этим желанием постоянного пребывания в общении нашего Господа. Сегодня, вы знаете, все, наверное, нет основания оспаривать это. Многие верующие люди, и особенно из числа молодых, когда я с ними беседую и спрашиваю, почему вы ушли из этой церкви, почему вы уже сменили три церкви, Вы знаете, я часто слышу ответ, а там неинтересно. А оттуда почему ушли? А там тоже неинтересно. Я спрашиваю, а церковь Господом создана для чего? Чтобы фан для тебя был. Для этого есть другие места. Церковь не создана для того, чтобы там было интересно. Она создана Господом для проповеди Евангелия. А это ответственность, дорогие друзья. Вы свет, вы соль. Это ответственность на нас. И если мы не будем пребывать вот в этом учении, друзья мои, конечно, нам будет скучно и в одной церкви, и в другой, и тогда исполнится Божие Слово. Последнее время люди отвратят слух от истины, обратятся к басням, и будут избирать себе служителей, которые что? Листили бы слуху их. То есть говорили бы по сердцу, говорили бы о любви. Только и больше ни о чем. Поэтому я хочу, чтобы сегодня и завтрашний день у нас был самый серьезный настрой. И апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит дальше, напоминая, «При том же ты, Тимофей, и с детства знаешь священные писания». «С детства знаешь». И мы все, наверное, понимаем, что наши братья и сестры, которые с детства восприняли это писание, были научены, Господь использует это и время от времени напоминает. И это есть твердое основание, когда мы с детства научены евангельским истинам. Я просто хотел бы теперь вот это слово передать родителям, отцам и матери. Мы иногда говорим, ну сейчас не время, ребенок, пусть он развлекается, детство такое короткое, а потом, когда вырастет, тогда мы уже будем говорить о серьезных вещах. Вы знаете, вот когда мы начнем говорить о серьезных вещах, если это 5 лет ребенку уже, то мы опоздали на 5 лет. Если это 10 лет, мы опоздали на 10 лет. И с детства мы должны уже, недавно беседуя с одной молодой парой, они поделились своей радостью, вступили в брак недавно, и все благополучно, Господь благословляет. Они ждут, как говорят, бебечку, да, переживаем и прочее. Вот что вы посоветуете? Я посоветую, говорю, вам уже начать воспитание вашего бебечки. А молодая мама будущая говорит, а как это? А я говорю, от твоего поведения, мама, да, зависит уже будущее твоего дитяти. Как ты себя будешь вести? Будешь ли ты раздражаться? Будешь ли ты в мире с Господом? Будешь ли ты молиться? Будешь ли ты петь песни, воспевая Господу? Это уже будет воспитание вот этого дитяти. Папа и мамы, родился ребенок, начинайте вот это словесное Божье молоко вливать, как говорят, вместе с материнским молоком. И поэтому Павел говорит, Тимофей, ты с детства был научен, папа и мамы, бабушки и дедушки. Это наша с вами ответственность. Поэтому пусть Господь благословит начало работы нашего съезда, пусть Господь благословит наше присутствие здесь, откроет наши сердца, чтобы мы ощущали Его присутствие, ощущали благодать Его Святого Духа, прикосновение к нашим сердцам. И тогда это время мы проведем, конечно, полезно и для себя, и для славы Господа. Итак, я желаю Божьей благословений, и мы будем молиться на работу съезда нашего, на наших братьев, которых Господь избрал, для того, чтобы возвещать истины Евангелия, чтобы Господь обогатил их благодатью Духа Святого и употребил как свои орудия. Вот тема нашего съезда, я уже сказал, она будет касаться вероучения, и я. Об этом братья будут говорить, это очень серьезный вопрос. Будем внимательны, и я думаю, что Господь многое скажет нам по этому поводу. Вот для чего нужно вероучение, что это такое, каким образом оно создавалось, что оно в себе отражает. И в заключение братья предложили такую тему сказать, чтобы мы могли уметь или знать, как на практике, в нашей практической жизни мы, верующие, члены церкви, должны применять это вероучение. Это очень важно. Я желаю, чтобы на это обращали внимание. Итак, Господь да благословит нас, пусть Ему будет слава за все, и ныне, и вовеки. Аминь. Давайте мы помолимся, возьмем время для молитвы. Есть желающие в зале, двое, трое. Пожалуйста, братья и сестры, скажите Господу благодарность за эту возможность и попросите благословения на работу этого съезда. Прошу благословения на этот съезд, на всех братьях, которые будут присутствовать и открывать Твои истинности от славы Твоей истинакового духовного роста. Благослови все, что служение Бог наш. Аминь. Аминь. Благослови все, что служение Бог наш. Аминь. Благословенный вовеки наш Господь, Отец Небесный, мы от всей души благодарим Тебя в этот тихий вечерний час, что Ты позволил нам собраться сегодня здесь, в доме Твоем, на этом месте, на котором наречено Твое святое имя. И причину этого общения Ты знаешь хорошо. Наш очередной съезд Северо-Западного объединения. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты прибыл с нами, чтобы Ты благословил нас, чтобы в этом общении мы ощутили не только присутствие друг друга, но чтобы мы ощутили Твое присутствие и Твое прикосновение к каждому сердцу. Мы очень просим и умоляем Тебя, Господь, вот в эти дни работы съезда благослови особо тех братьев, те сосуды, которые Ты избрал для того, чтобы возвещать Твою волю, Твое учение. Благослови проповедующих, благослови поющих, Господь, благослови молитвенников, которые молятся в эти часы, в эти дни. Благослови всех присутствующих сегодня уже. Расширь наши сердца к принятию Слова Твоего. Просим Тебя за тех, кто еще в дороге, кто будет завтра направляться. Господи, мы желаем вот в эти дни прославить Твое святое имя, поклониться Тебе. И просим Тебя, чтобы Ты помог нам сделать это поклонение святым, правильным и богоугодным Тебе. Направь наши сердца, наши помыслы и наши желания вот к этому поклонению, к этому прославлению. Мы желаем, Господь, чтобы работа этого съезда, она была свидетельством о Твоей божественной любви, чтобы она была проповедью Евангелия, чтобы она была проповедью здравого учения в это последнее время. Господи, Ты скоро грядешь, и Ты говоришь, найду ли веру на земле, придя вновь. Господи, мы просим Тебя, чтобы наши общения, они содействовали тому, чтобы укреплялась наша вера в Тебя, чтобы вставали новые, молодые люди, наши братья и сестры, и могли брать это знамя божественной любви, знамя служения в свои руки, из рук тех, которые заканчивают свои труды служения, и могли понести его дальше в этот мир, проповедуя Евангелие. Господи, зажги вот этим огнем и этим желанием каждое сердце, кто сегодня находится здесь. От нас, детей Твоих, прими самую искреннюю, самую сердечную благодарность, поклонение Тебе за подвиг Голговский, за кровь святую, за Твои страдания, за славное воскресенье, за победу Твою. Слава Тебе добудет ныне и вовеки вечный великий Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Давайте мы останемся стоять, братья и сестры, общим пением споем «Господь, Ты мой покров». И дальше будет опять продолжение музыкальной паузы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Святый, святый, святый наш Господь. Святый, святый, святый наш Господь. 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 Святый наш Господь. Друзья мои, сказать, что для меня большая честь быть на этом съезде, это мало что сказать, потому что хочется добавить то, что для нас верующих является основным и самым главным. Для меня это великая милость Божия, собраться вместе с братьями и сестрами в такое особое время, в которое действительно нам довелось жить, во время, в которое происходят события, имеющие историческое значение, во время, в которое самое главное научиться сохранить веру, сохранить истину и любовь. Тема, о которой я буду сегодня говорить, которую я обозначил тремя словами, правда, вера и любовь, или можно сказать по-другому, истина, вера и любовь, что одно и то же, будет немножко необычной, потому что я использую то, что, в общем-то, в проповедях не всегда используют. Но сначала мы прочтем текст из Священного Писания, это второе послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. Обратите внимание, ходящих в истине. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы мы поступали по ней. Итак, истина, которую нам необходимо познать, вера, что означает ходить в этой истине, и любовь, как плод нашего хождения в истине и в вере. И вот сейчас я бы хотел сделать нечто особенное. Я бы хотел вам, друзья мои, предложить некое, недолгое, поверьте, исследование из Ветхого Завета. Очень короткое, но я думаю, для вас оно будет интересным и емким. Дело в том, что слова, истина, вера и любовь, впервые мы найдем в Писании в Ветхом Завете, и они написаны на особым языке, на языке, который называется языком святым. Именно на древнем иврите Бог обращался к Моисею, Бог говорил к своему народу. Именно на этом святом языке Бог дал однажды народу свои заповеди. Я хочу, чтобы мы нечто увидели в начале моей проповеди, буквально я сделаю не слишком длинный, но экскурс в понятие этих трех слов, истина, вера и любовь, на древнем языке. Сразу скажу, что язык древний, особенно язык Ветхого Завета, иврит, это особый язык. Он является языком словообразующим, как бы это объяснить. То есть, сам язык, называя предметы, объясняет, что это такое. Ну, например, небо. Мы слышим небо по-английски, как это? Sky. О чем это вам говорит? Да ни о чем. А вот на иврите небо Шамаем, что означает там вода. То есть, в самом слове скрыто уже значение того, что есть небесная сфера. А мы понимаем, что на небе воды немало, и в Орегоне она часто-часто доставляет нам особые минуты, которые мы даже называем моменты депрессии, когда дожди приходят. Другое слово приведу вам в пример, слово загав, что означает золото на русском языке. Ну, что для нас золото? Вот по-русски я говорю gold, по-английски, да ничего. А на иврите означает дай мне это. Потому что уже в самом языке вложено желание обладать вот этим предметом. Другое слово приведу, общеизвестное имя, потому что даже в именах, библейских именах, всегда вложено определенное значение. Например, Каин. Ну, кто для нас Каин? Или Иван? Или Семен? Но на иврите, читающий на языке оригинала, знает, что Каин от слова кин-а, что означает зависть. Обратите внимание, в самом имени Каин уже вложена информация. Так вот, я хочу показать, пусть это будет как бы началом, предисловием к тому, что мы будем обсуждать и делать, эти три слова – истина, вера и любовь на иврите. Истина, мы понимаем с вами, друзья, это то, что ясно, то, что непоколебимо, то, что не изменяется, то, что величественно. Иремия, 10 глава, 10 стих говорит. «А Господь Бог есть что? Истина. Он Бог живой и Царь вечный». Апостол Иоанн, 17 глава, 17 стих продолжает. «Освети их истинную Твоею». Слова Христа. «Слово Твое есть истина». В самом слове «истина» на иврите, а это слово звучит так, может быть, кто-то запомнит или запишет, «эмет», 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 вот так звучит это слово на иврите, «истина» или «правда». В самом составе этого слова есть уже откровение. Оно состоит из трех букв. Буква «алиф», буква «мем» и буква «тав». Буква «алиф» – это первая буква алфавита, буква «мем» – это средняя буква алфавита, буква «тав» – последняя буква алфавита. В самом понятии «истина» вложен смысл «вчера, сегодня и вовеки не изменяется». Услышьте это? Истина неизменна. Проходят времена, но от начала до конца она не изменяется. Она одна на все времена. Она продолжается. Она выходит из духовного источника, и она постоянно и непреложна. Мы читаем в послании к евреям, 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Слава Господу! Истину нужно познать. С ней нужно соединиться. И вот для этого существует что? Вера. Итак, мы говорили об истине. И мы увидели, что вот эти три буквы – начальная, средняя и последняя – говорят о том, что во все времена, на всем протяжении истина неизменна. А вот вера – это особое слово, эмуна. Оно означает верность, преданность, доверие, твердость. Мы читаем «поверил Авраам Богу», то есть «вверился Богу Авраам всей силы души». В другом месте Писания, исход, 17 глава, 12 стих, написано у Моисея, который молился, когда происходила битва. Вы помните? Он поднимал свои руки, и написано, и были подняты его руки до захождения солнца. На древнем языке слово «подняты» написано, и были руки его верны. Были руки его твердые. Там стоит слово «эмуна». Были руки его верными. Так что ж такое вера? Это верность своей задачи. Это руки, простертые к истине. В Библии вера – это верность тому, что истина. И суть веры – это отдать себя в руки того, в кого ты веришь, на кого ты надеешься, и опереться на него всей душой. Интересно, что слово «вера эмуна» – однокорневое слово «оман» на иврите «художник», что означает «Бог рисует план твоей жизни». Бог пишет картину для тебя. Бог открывает карту для тебя. Но что должен сделать ты? Полностью довериться этому. Довериться всем сердцем, довериться всей душою, довериться всему тому, что Господь открывает и как Он ведет тебя. Обратите внимание, сколько удивительных вещей вот в этих словах. И последний момент о слове «веры». В ней содержится слово «эмуна», слово «ман», что означает «вопрос». И вера означает «это вопрос и ответ от Бога». Написано, что верою мы познаем. Верою мы познаем, как устроен мир. Вера знает сердцем, что то, что открывает Бог, оно желаемо, возможно и достижимо. Итак, друзья, мы видим этот удивительный момент. Вера – это глубочайшее доверие Богу. Вера – это вопрос, это жажда, которую испытывает душа. Желание познать. Но в то же самое время вера – это и ответ, который Всевышний дает человеку. Теперь еще один момент, друзья, который мне хочется вам показать. Последний, и мы еще увидим нечто интересное. Слово «любовь». Что мы думаем о любви обычно, как о чувстве? Ну вот есть тайна тоже в языке оригинала. Любовь, агава на еврите, означает «дать». Услышьте, она означает «дать» и означает, что любовь – это не просто чувство. Любовь – это действие. И вот главный момент, к которому я хочу прийти. Все эти три слова что-то объединяет. Все эти три слова начинаются с первой буквы алфавита «алев». Если вы еще со мной послушайте, это очень важно. С буквы алфавита начинается и слово «бог», тоже на древнем языке. Это буква, которая стоит в начале каждого из этих слов. Она указывает на духовный источник, на одухотворенность, на единое начало. Так вот, друзья мои, если убрать первую букву в слове «истина», в слове «эмет», убрать первую букву «алев», вы знаете, что получается? Отнять духовность, отнять духовное начало. Получается слово «мет» – смерть. Вот об этом знал апостол Павел, когда сказал нам, что буква убивает. Я хочу, чтобы мы увидели, друзья, мы будем говорить об удивительных вещах, о вероучении, которое может и должно нами восприняться, и мы должны подчиниться ему, но оно исходит только от Всевышнего. Если мы уберем в этом вероучении и церкви духовное начало, то будет смерть, смертоносная буква. Если мы будем следовать только лишь нашим правилам – это смерть. Точно так же, как иудеи следовали законничеству – это была смерть. Сегодня иногда люди следуют беззаконию – это тоже смерть. Кстати, хочется сказать, порой спрашивают, что такое законничество. Я отвечаю обычно так. Законничество – это запрещать то, что не запрещает Бог. Когда мы запрещаем то, что Бог не запрещает. А что же такое беззаконие? Это разрешать то, что Бог в Своем Слове запрещает. Какая огромная задача у нас, чтобы не отделить истину от духовного начала, чтобы не впасть в крайности законничества и в крайности беззакония. Потому что без духовного начала, без Бога – это только лишь смертоносная буква. Что такое иммуна, вера? Если убрать первую букву в этом слове, остается вопрос – что? То есть человек задает вопрос – убрали духовность, и вера осталась без ответа. То есть остается слово мун – что? Ничего, никаких ответов. Если в слове «любовь» убрать первую букву, то остается не понятие «дать», а понятие «хочу». Услышьте, какая интересная вещь! Убирается первая буква, и получается, что любовь – это не отдача, а стремление получить, завладеть чем-то. Вот о чем мне хотелось сказать, но я думаю, что нам очень важно услышать, что первый шаг направлен на познание истины. Ну а второй шаг – это на верность этой истине. И верность будет требовать усилий от человека, усилий всей его жизни. Когда двое людей посвящают себя друг другу, например, вступая в брак, они заключают договор, который укрепляет их связь. Однако по-настоящему их отношения будут проверены лишь через многие годы, когда придут испытания и жизненные трудности. Сохранят ли они верность договору и друг другу, когда настанут трудные времена? Преданность легко провозглашать, но очень трудно доказывать эту преданность на деле. Помните, что Аврааму было заповедано принести в жертву своего сына? Проблема была не в знании. Он знал, что должен это сделать. Он знал, что это указание от самого Бога. В этом не было сомнения, это была истина. Но проблема в другом – в выполнении этого указа, в доведении до конца, в проявлении своей верности и доверия Богу. Там, на Синайской горе, еврейский народ получил откровение с неба. Оно было настолько явным, настолько предельно ясным, истина раскрылась перед еврейским народом. И это откровение не вызывало никаких сомнений, не могло быть никаких кривотолков, но только когда они ушли от Синайской горы, когда стерлось первое впечатление от пережитого, вот тогда началось испытание. Сумеют ли они сохранить эту верность заключенному союзу, или, как мы говорим, завету? На горе Синай была истина, откровение, не подлежащее сомнению. Но они должны были растворить его верой. Это откровение, эту истину, и наполнить весь мир результатом этой веры, которая называется любовью. Итак, мы говорим об истине. Это начало. Вера – это труд души. Но, к сожалению, только лишь знание истины не всегда влечет за собой другое. Бывает разрыв между тем, что мы знаем, и тем, как мы живем. К сожалению, можно иметь теоретическое представление о какой-либо вещи нужной, необходимой, важной, но игнорировать ее на практике. Например, курильщик знает, что он вредит своему здоровью. То есть это истина, он понимает, но он продолжает курить. Я помню, как один врач рассказывал, что он лечил человека, у которого была болезнь ног в результате курения, закупорка сосудов. Его предупредили, что он потеряет ногу, если будет дальше курить. Но он продолжал это делать, и ему пришлось ампутировать ногу. Через год он увидел этого человека снова. Его привезли на инвалидной коляске. И когда его вытащили из машины, у него не было уже двух ног, а в руках была сигарета. Как может человек знать что-то с абсолютной уверенностью, но игнорировать это знание? Что заставляет людей мыслящих здраво отворачиваться от правды и жить во лжи? Вся проблема, что мы разрываемся порой между тем, что мы знаем, и тем, что мы сделаем. К сожалению, истина, которую мы знаем, не всегда ведет нас к верности. Не всегда мы отвечаем на нее доверием, верой, подчинению. Но как это сделать, чтобы это произошло? Нам нужно решить это. Нам нужно услышать сегодня вероучительные истины. И нам нужен труд души. Мы будем говорить на этих собраниях о вероучении Церкви. Но оно должно быть растворено в нашей жизни. Оно должно быть применено. Каждый пункт, о котором мы говорим, он имеет особое значение. Он написан, можно сказать, кровью. Вы знаете, мой отец был летчиком, и они очень тщательно готовились к полетам. У них была такая большая книга инструкций, и каждый пилот внимательно изучал эту книгу. Мой отец говорил, здесь каждый пункт написан кровью. Я точно то же самое хочу сказать. В каком смысле? Каждый пункт этой инструкции был запечатлен, потому что понимали, что эти знания приходили только тогда, когда люди уклонялись в погибель. К сожалению, мы этого не понимаем, что вероучение, Слово Божие, это то наставление для нас, которое единственно ведет нас по пути вечности. Но нам нужно эту правду, услышанную, увиденную, принятую, растворить в своей жизни. И вера – это труд души, а любовь – это проявление плода. И вот мы с вами прочитали слова апостола Иоанна в самом начале, удивительные, поучительные слова. Он обращается к тем, кто познали истину. То есть люди познали, услышали, приняли сердцем эту истину. И апостол говорит некие особенные вещи. Он говорит, я радуюсь, вижу детей, ходящих в истине. Он говорит, что они ходят в истине. Что такое ходить в истине? Это вера, друзья мои, когда истина становится частью самого тебя. Не просто нужно знать истину, хотя необходимо ее знать. Апостол Павел не сказал, что он радуется, видя, как его дети зачищают и борются за истину. Или даже о том, что он слышит, как они поют об истине. Но он сказал удивительную вещь. Они ходят в истине. Ходят по путям истины. Это каждый день. Это когда мы истины божественного слова, вероучения церкви, преломляем через себя и живем ими. Ходить в истине. Даже тогда, когда никто не видит. Когда никто не видит, Бог видит. Когда никто не слышит, Бог слышит. Ходящие в истине, это те, кто услышали Слово Господне. Кто растворили Его своей верой. Оно перевернуло их жизнь. И они построили все свое бытие на этом слове. Но для этого нужен труд. Человек должен усердно познавать это слово и приучать свои чувства, свои внутренние состояния подчиняться правде, а не страстям и эмоциям. Истинно, она приходит как семя, как вспышка ясности. Но вера же подобна почве, когда семя хранится в земле. Оно невидимо. И вера это та почва, в которой это семя растет. И эта почва должна быть плодородной. Итак, правда и истина это начало, вера это труд души, а любовь это проявление этого труда. Единственная возможность познавшим истину проявить ее в мире это только лишь через любовь. Мы так любим проповедовать, друзья мои, но так важно еще научиться любить всех тех, кому мы проповедуем. И только верность только вера есть мост между истиной и конечным путем нашего назначения. Есть мозг, который приводит нас в вечность. И только любовь может принести истину и веру другим людям. Это и есть вероучение церкви. Правда, то есть истина, вера и любовь. И последнее. группа людей потерпевших кораблекрушения оказалась на необитаемом острове. У одной женщины родился ребенок и когда он немного подрос, человек из этой группы отвел его в сторону и начал учить его алфавиту. Он рисовал буквы на песке, он показывал ему эти буквы и объяснял, говоря, послушай, милый друг, сейчас это занятие может тебе показаться скучным, оно тебе может показаться бесполезным, объяснял он ребенку. На самом деле, какой прок в этих буквах на необитаемом острове. Ну, представьте себе, какой смысл в том, что мы пишем эти буквы, когда у нас нет что читать. Но этот человек сказал мальчику, но когда нас спасут, когда мы вернемся домой в нашу страну, ты увидишь там книги. Это будут целые библиотеки книг. И в этих книгах содержится вся мудрость мира. И ты сможешь читать эти книги, потому что ты выучишь буквы здесь. Сейчас они кажутся тебе каракулями, и ты сомневаешься в их пользе, но поверь, там, на большой земле, они станут для тебя ключом к мудрости. Действительно, друзья, на необитаемом острове ребенок может учить эти буквы, лишь опираясь на свою веру. Он не способен ощутить, увидеть их действительно колоссальное значение. Но он просто доверяет своему учителю, он верит, что однажды эти буквы в прекрасный день его выведут к свету знаний. И тогда он познает глубины мудрости. Я хочу сказать, мы познаем Слово Божие. Мы с вами изучаем мудрость, данную от Всевышнего. И, признаться честно, нам еще многое не ясно, друзья мои. Но наш долг, наша ответственность трудиться, наш долг строить и служить с полной верой. И мы не требуем немедленного раскрытия всех истин. И даже разрешения некоторых сомнений, и не всегда мы имеем ответы на все вопросы. Но если мы любовно, с любовью к Господу растим, скрытые в нашем сердце, в нашей почве семена нашей жизни, зная, что придет час, и они дадут ростки, мы можем с уверенностью и с постоянством делать это. Потому что настанет час, когда мы будем спасены с этого необитаемого острова, как сказал апостол. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Да благословит нас Господь познать эти простые и удивительные вещи. Да благословит нас Господь понять, что истина это есть божественное начало, непоколебимое, неизменяемое во времени, несущее силу, никогда не ослабевающее в своей мощи. Но мы должны помнить, что если от истины отнять божественное, если начать делать что-то свое, это принесет смерть. Мы должны помнить, друзья мои, что вера, она имеет ответы на многие вопросы, что вера вопрошает Бога и получает ответы, что это есть доверие Богу. Но если отнять от нее духовную силу, у нас не останется ничего, кроме неотвеченных вопросов. Мы должны помнить, что любовь это не просто чувство, это стремление дать. Любовь это отдача, но если отнять от нее духовную силу, это всего лишь страсть и желание получить себе. И вот мы здесь, чтобы познавать истину, чтобы ходить в ней и жить в любви. Да благословит Господь. Аминь. Дорогие братья и сестры, я желаю, думаю, выражу ваше, так сказать, желание поблагодарить брата, да, и, наверное, дыхание Санкт-Петербурга мы сегодня почувствовали здесь на нашем общении. Пусть Господь благословит вас обильно, спасибо большое. Сейчас будет музыкальная пауза, нам предложат, и после этого у нас есть еще один гость, это брат Александр Захария, многим из нас известен, после музыкальной паузы, пожалуйста, ваше приветствие съезду. Вы знаете, наверное, ничего не для христианина дороже, чем то, что 2000 лет назад тот, кто создал вселенную одним словом, тот, который все живое держит дыханием своим, и тот, который был презрен, тот, который был растоптан, тот, который был умолен. И сегодня наши сердца восхищаются глубиной любви Божией, то, что Он почел нужным снизойти сегодня к нам. Поэтому давайте мы все вместе стоя споем замечательный гимн Богу нашему превыше сил. земных царей, земных царей, больше, чем мудрость и все пути людей, ты тот, кто был здесь до начала дней, превыше воли любви людских сердец, превыше всех немыслимых чудес, ты больше силы, превыше красоты, не измерить мне, как ценен ты. ты для нас жил, чтоб умереть, там висел, смог все претерпеть, как цветок, растоптан на земле, а на кресте ты думал обо мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 о том, что Бог пришел на эту землю, как мы пели общим пением гимн, и Он пожертвовал всем. И сегодня каждый человек, повторяю, каждый человек, живущий на планете Земля, он может прийти к нему и получить покой и свет для души своей. И Бог хочет, чтобы каждый человек, повторяю, каждый человек об этом знал. Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Жизнь 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 Он пришел для тебя, чтобы с Богом был ты и я, Он нашел и привел даже тех, кто кибель шел. Он нам дал и делал, полюбив, что мир давно не знал, обращал и желал, чтобы ты об этом узнал, чтобы ты об этом узнал. Яркий луч среди черных луч, среди пенистых луч, с нами рос Иисус Христос, Он спасение принес. Он пришел для тебя, чтобы с Богом был ты и я, Он нашел и привел даже тех, кто кибель шел. Он нам дал и делал, полюбив, что мир давно не знал, обращал и желал, чтобы ты об этом узнал. Чтобы ты об этом узнал. Чтобы ты об этом узнал. Дорогие друзья, рад снова с вами быть. Мне кажется, я с конференции на конференцию появляюсь. В прошлом году был снова с вами, сегодня снова. Мир вам, братья и сестры. Только что был две недели назад, тоже на конференции на Мидуэст. И все братья там передавали привет вам. Так что очень рад быть с вами снова. Я просто хочу напомнить эти слова, которые только что нам, эта молодежь, пела. Замечательные слова. Он пришел для нас. Он пришел для нас. Он пришел, Он примирил нас с Богом. Очень интересно и важно заметить именно это. Я хотел бы кратенько, я не буду проповедовать, только передам некоторые приветы. Вы посмотрите в послании к римлянам. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Он послал нас быть примирителем. Вы знаете, примиритель – это очень важное дело. Написано в Писании, Писание говорит «блаженны миротворцы». Блаженны миротворцы. Вы понимаете, когда как-то мне пришлось работать в организации переводчиком для государства испанского, и помню, нас посылали на советские пароходы. Мы были представителями Испании на пароходе. Я – представитель Испании на пароходе. Это вообще, можно сказать, совсем маленькая личность. А вы подумаете, сам посол, которого посылает, какое-то государство посылает в другое государство. И там он представляет, во-первых, представляет это государство, и, во-вторых, он является тем, кто постоянно следит за тем, чтобы не было никаких конфликтов между странами. Он примиритель, он примиряет. И вот мы, друзья, с вами посланы для того, чтобы нести это примирение. Примирять человека с Богом – это наше дело. Поэтому на этом 13-м рабочем съезде я хотел бы ободрить каждого из нас, каждого из вас, братья и сестры, чтобы вы были примирителями, носителями этого послания Божьего. Вы сами являетесь послами. А посол – это очень важная личность. Очень важная личность. Его должны слушаться. Вы знаете, когда мы заходили на советский пароход, нас капитаны встречали с большими распростертыми руками, потому что мы приносили туда, наше государство испанское приносили на советский пароход. Вы живёте в этом мире, вы живёте в этом мире, и вы несёте Христа. Вы должны носить Христа. Вы примирители. Хочу просто привести один пример. В 96-м году я получил письмо от Петра Крекеля из одного городка в Латвии, недалеко от Риги. И вот Пётр пишет, «Александр, если вы будете по дороге, пожалуйста, заедьте к нам». Я как раз проезжал автобусом и остановился в Риге. Мы ехали в Эстонию посетить одну очень большую тюрьму. Там было 1200 человек в этой тюрьме. Мы проповедовали несколько дней там. Там был один из наших братьев, который служил, именно нес это примирение этим военнослужащим и этим заключённым, которых там было 1200 человек. И вот этот брат Андрей проповедует Евангелие, и мы проповедовали там несколько дней подряд. А потом мы посетили этого человека Петра Крекеля. И вы знаете, это бывший капитан, заслуженный капитан Советского Союза. Не знаю, если вы понимаете, что это. Это очень высокая личность когда-то была в Советском Союзе. Чтобы достичь этого, он оставил своего отца и мать. Оставил своего отца и мать. И уехал далеко-далеко на восток, чтобы там получить это образование, это эти, как сказать, я не могу сказать, ну, это военное образование, которое потом стал капитаном. Он начал с маленьких пароходов, потом всё больше и больше, потом стал очень знаменитым мореходцем. Он много пароходов самых различных степеней водил по морям и океанам. Но что интересно, когда он был подростком, он оставил отца и мать, убежал на восток. Мать и отец были верующие люди из семи немецких менонитов. Но он убежал. Он подумал, я не хочу ничего знать, ничего я не хочу знать с моими родителями. И даже дошло до того, дошло до того, что он отказался от фамилии. И взял, я сейчас не помню точно, какую фамилию русскую, или Петров, или Иванов, неважно. Но он отказался от своей семьи, от своего родства. И вот прошло много лет. Много лет он служил лет 30, а может и больше. Я его встретил, когда ему было уже 60 с чем-то лет. Только что вышел на пенсию. И вы знаете, он мне рассказал следующее. Когда он плавал по морям, часто задумывался, куда я плыву? Кто я такой? Какова моя кончина? Ведь мне родители говорили о Боге. Я отказался от Бога. Я не хотел знать ничего с Богом, ничего с литературой религиозной, евангельской. Ничего я не хотел знать. И всё же эти посеянные маленькие семена, которые родители успели посеять, в своё время возросли. И однажды он приезжает домой и встречает свою жену, читая Библию. Читая Библию, он был в очень большом удивлении и очень сильно расстроенной. Подумайте. Капитан Советского Союза, коммунист, с многими орденами, и видит свою жену, читающую Библию. И он не мог поверить. Он её хотел убрать из дома. Библию он хотел убрать. Всё старался сделать так, чтобы она не верила. Но она оставалась верной и молилась о Нём и свидетельствовала Ему. И вы знаете, в конце концов, он пришёл к Господу. Он пришёл к Господу. И не только Господь примирил его с Богом, примирение получил через Иисуса Христа, но он пошёл и примирил свою семью. Он примирился со своим отцом и матерью. И не только это, не только это, дорогие друзья. Вы знаете, что он делает до сегодня? Он надевает свой костюм капитанский, прекрасный, белый, красивый, со своими погонами, со своей кепкой капитанской, и идёт на первый попавший пароход, который приходит в порт. Он изучил английский язык. И на ломаном английском языке он не только проповедует русским, но любому человеку, который приходит на этот пароход. Вот один мальчик мне помогает. Спасибо. Я уже оканчиваю, но это очень хорошо. У меня очень горло присыхает. Но я хочу окончить этой нотой, дорогие мои, что примирение, он несёт это примирение на все пароходы. Я очень полюбил этого капитана, потому что это мне напоминает моё служение, которое я много лет проводил, извините, много лет проводил на Канарских островах. Пусть эти слова, слова, Слово Божье, что мы являемся послами, мы являемся послами, мы несем примирение. Пусть из этой конференции, пусть эта конференция не забывает, пусть этот съезд не забывает, что, какова наша цель. Да благословит вас Господь. Я благословит вас Господь, я благословит вас Господь. И вы знаете, я так смотрю дал, и мне одна приятность сегодня в два дня, когда у нас вот есть вот, ну, какие-нибудь его головые братья и много молодёй. Я просто хотел бы снова вот свои желания озвучить. Очень хочется, чтобы наши дети, молодые братья и сёстры, не отрывали, но вместе с отцами могли перенимать, и с отцом. Следовательно, благодарим вас и желаем Бога Божьего Словения. Сейчас будет музыкальная пауза, два номера у нас, и затем всем известный наш благословенный брат Андрей Чумакин, он прочтёт реферат как раз на тему нашего съезда о вероучении. После реферата я просил бы, чтобы брат Пётр Грубий, пастор по местной церкви, приготовился сделать объявление, и затем у нас будет заключительное пение о благодать. Петь общим пением вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты, ты достоин, ты достоин, Звятый Бог, только ты достоин, Ты достоин слав, мы все. Ты достоин слав, мы все. Симний, правый, победитель, царь, царей, Только ты достоин, Бог, помощник, Бог, целитель, Дивный Бог, только ты достоин, чудный, праведный, могучий. Бог наш, только ты достоин, ты достоин слав, мы все. Ты достоин слав, мы все. Был распятый, сбитый, сранен, в мухах тяжких, так страдая. На смерть был положен, в гробе ком, только ты достоин, На основе ты вовсе, на третий день, только ты достоин, Ты достоин, ты достоин слав, мы все. Ты достоин слав, мы все. От неба до земли, от заката до зари, Ты достоин, ты достоин, святый Бог, только ты достоин, Буду восклицать, поверьте слав, мы все. Ты достоин, ты достоин, святый Бог, только ты достоин, Ты достоин слав, мы все. Ты достоин слав, мы все. Вся слава, вся слава, вся слава, вся слава, Валентина, 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 В Вечного, вечного, могучего, могучего и сильного, и сильного, великий Бог, великий Бог. Слава, 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 слава Святый Бог, Могучий Бог, Великий Всемогучий Бог Святый Бог, Могучий Бог, Великий Всемогучий Бог Ты достоин славы всех Ты достоин славы всех Приветствую вас, братья и сестры. На 13 съезде нашего объединения хочу предложить вам вериферат «Сущность вероучения» Наша тема, которую мы выбрали на этом съезде «Вопросы вероучения» И вот сегодня на открытии этого съезда я хочу, чтобы мы сначала посмотрели на саму сущность, что такое вероучение Для того, чтобы дальше мы будем завтра слышать некоторые темы, которые будут касаться практики жизни нашей Но сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели и задали вопрос, что это такое Мы с вами живем во время отказа от вероучений И нужно сказать, что вот это время, его уже можно назвать не просто невероучительным, но антивероучительным Потому что очень многие церкви отказываются от вероучений И есть причины для этого Время, в котором мы живем, несколько факторов Внешний фактор это постмодернизм, релятивизм, утрата значения истории Все более развивающиеся движения и к умении и неденаминационных церквей Которые отказываются от вероучения Которые считают, что оно не нужное, оно устаревшее, оно совершенно не должно сегодня быть И лозунг все больше и больше звучит «Не кредо, но Библия» И это один из факторов, который говорит о том, что вроде бы Писание, Слово Божие Хотят поставить на должное значение, вроде бы хороший лозунг и хорошая цель Но на самом деле, что стоит за этим лозунгом? Для нас очень важно посмотреть Мы можем все больше услышать этих заявлений сегодня Что доктрины разделяют, мы должны стремиться к единству Мы должны любить всех Верно ли это? Верно И верно, что доктрины разделяют Но вопрос, кого и от кого разделяют Верно, что мы должны любить всех Но значит ли это, что мы должны предавать учение Слова Божия? Верно, что мы должны стремиться к единству Но что значит, что мы должны стремиться к единству? Я являюсь членом церкви евангельских христиан-баптистов И это означает, что я верю, что вероучение Евангельских христиан-баптистов верно И наиболее точно отражает истину Священного Писания И более того, я считаю, что в случае уклонения в ересь Член церкви подлежит отлучению от церкви Так записано в нашем вероучении И вот вопрос, есть ли у нас для этого основания Так понимать и так считать Цель этого реферата, который я хочу сегодня предложить вам Показать, что вероучение необходимо Для того, чтобы церковь оставалась здоровой Цитата Сэма Хамастера Он говорит, вероучение неотделимо от христианства Христианство без него не существует Итак, в этом реферате я хочу рассмотреть и дать ответ на два вопроса На вопрос, что и на вопрос, зачем Первое, что такое вероучение И второй вопрос, зачем нужно вероучение Итак, вопрос сущности вероучения Что такое вероучение Есть разные термины, которые используются, когда речь заходит о вероучении Символ веры или креда Обычно так называют изложение догматов церкви Например, апостольский символ веры Никео-Цареградский символ веры Символ веры, он всегда отличается кратостью Он только излагает основы Те истины, которые не подлежат какому-то сомнению Есть другое выражение Исповедание веры Обычно исповеданиями веры называют утверждение докритерин веры И это очень сильно похоже на символ веры Но исповедание веры более длинное И оно имеет цель на учение Дидактический характер Догмы Догмами называют положение вероучения Объявляемое непреложной истиной И близко здесь в этом же значении слово догмат Как истина, которая утверждена какими-то высшими инстанциями И которая включает в себя Или составляет из себя догматы или символы веры И другое определение это доктрина Доктрина это тоже синоним слову догма Так обычно называют общепринятые объяснения учения Но в нашем братстве, вот так исторически пошло Более приемлемым стало название вероучения То есть учение веры И хотя оно включает где-то вот все эти термины О которых мы говорили Но мы можем сказать, что вероучение Это совокупность вероучительных определений Догматических положений веры Это главный критерий, по которому проводится Дифференциация между вероисповеданиями Вероучение берет с самого начала Со времени апостолов И вот словарь библейского богословия Я привожу цитату, где сказано Апостолы отстояли истинность благой вести Они сформировали христианскую веру В виде вероучения А затем призвали сохранять его Они непреклонно и непрестанно защищали Утверждали и распространяли вероучение Потому что оно содержит истину об Иисусе Христе Давайте посмотрим на место вероучения У нас есть Слово Божие У нас есть вероучение Какое место занимает вероучение в жизни нашей И первый момент, который я хочу отметить Это вероучение и Писание Когда мы сравниваем и находим Правильное положение между Словом Божьим И вероучением Мы можем сказать, что доктрины вероучения Не являются независимыми от Писания Они выведены и подчинены Единственному авторитету Которым является Слово Божие Я уже говорил, что вероучение Когда-то в древности называлось кредо И кредо это латинское слово, которое означает Я верю И поэтому вероучение мы можем сказать Что это заявление о нашей вере Вероучение ни в коем случае не умаляет Первостепенную значимость Священного Писания Точно так же, когда мы можем сказать Что человек, который скажет Я верю в Бога Можем ли мы его обвинить, что ты умаляешь Первостепенность Слово Божие Или человек, который говорит Я верю в воскресение Иисуса Христа Но по сути эти фразы И первая, вторая Это уже кредо Это уже вероучительное заявление И это вероучительное заявление Взято именно из Священного Писания Когда человек читает Слово Божие Он оттуда берет эти истины И проходя через сердце Он исповедует эти истины И поэтому мы можем сказать Что вот в этом как раз и положение Вероучения по отношению к Слову Божьему Всякий человек, который рассуждает о Слове Божьем Он имеет свое вероучение Оно может быть записано или не записано Или просто в уме, в разуме его Но всякий человек, который размышляет о Боге Он уже имеет свое вероучение В вероучении евангельских христиан-баптистов сказано Что Священное Писание является единственным источником христианской веры И духовным руководством для верующих Относительно спасения, жизни и служения Это Священное Писание Это его положение в нашем вероучении И в первом принципе баптизма Также сказано Священное Писание Наше единственное правило и руководство Во всех делах и вопросах веры и жизни Протестанты с самого начала В период реформации Определили пять принципов Соло И один из этих принципов Соло-скриптура Который говорит о том, что только Писание И вот этот принцип, он помогает нам увидеть Место вероучения и его отношение к Слову Божьему Вероучение не противоречит, не заменяет, не дополняет Слово Божие Вероучение берет истины из Слова Божия И вероучение является откликом, ответом веры человека На те истины, которые он нашел в Священном Писании С самого начала евангельские христиане и баптисты признавали Я беру здесь цитату из истории ЕХБ Ни одно из вероучений не может быть признанным окончательным Или авторитетным, поскольку последний авторитет Принадлежит исключительно Священному Писанию Поэтому вероучения могут подлежать пересмотру С внесением определенных изменений Либо составляться заново Баптисты понимали, что мы не можем сказать Что вероучение теперь все на уровне Писания стоит Только Священное Писание непогрешимо Вероучение может дополняться В зависимости от той ситуации, в которой Церковь находится В зависимости от тех опасностей, с которыми сталкивается Церковь Вероучение берет эти истины из Слова Божия И отражает ту нужду Церкви, в которой она находится в настоящий момент И в этой ситуации мы задаем вопрос А является вероучение авторитетным? Да Она является авторитетным, потому что она отражает учение Слова Божия Но мы должны понимать, что авторитет вероучения В той степени, в которой она именно отражает это учение И баптисты всегда признавали верность Священному Писанию Но не считали полезными вероучения, как сумму библейской истины И так мы можем сказать, что вероучение представляет учение Священного Писания Оно не заменяет Священное Писание, не дополняет его И не существует независимо от него Второй момент – это вероучение и Церковь Давайте посмотрим положение вероучения в отношении к Церкви Священное Писание говорит ясно о том, что на Церковь возложена ответственность В передаче истины другому поколению И в первую очередь эту задачу должны выполнять служители Служители должны учить Они должны брать истину Священного Писания и передавать другим поколениям В Священном Писании написано Епископ должен быть учителен Павел наставляет Тимофея словами И что слышал от меня при многих свидетелях То передай верным людям, которые способны были бы и других научить Перечисляя качество служителя В послании Титу Павел говорит о том, что епископ должен быть Держащийся истинного слова Согласного с учением Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении И противящихся обличать Сегодня мы должны отметить эту проблему Что некоторые служители не знают своего вероучения Оно где-то пылится, оно где-то есть Но по сути сказать, что мы знаем вероучение И мы передаем эти истины Слова Божия церкви Мы обучаем, мы наставляем вероучение Вот это сегодня становится проблема И мы понимаем, что для того, чтобы вот эти тексты Которые мы прочитали в нашей жизни были использованы Для служителя является огромной важностью Знание доктрин Вовлеченность в передачу этих доктрин другим И поэтому для этого в каждой поместной церкви Должно быть четко разработано и уделено внимание Изучению вероучения И наставления в этих истинах членов церкви Мы понимаем, что для спасения Человеку необходимо поверить в благую весть Весть Евангелия Но затем мы видим, что необходим духовный рост При котором спасенные должны возрастать В познании истины И апостол Павел обличает верующих в Коринфе За то, что они пребывали в плотском состоянии Они все еще питались молоком И он также пишет об этом послании евреям Мы читаем, сказано Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия И для вас нужно молоко, а не твердая пища Вот это начало, о котором он говорит Которым нужно было учить Он называется начатки учения Христова О чем идет речь? Что это за начатки учения Христова? По сути, это было первое возможное вероучение церкви И там же в этой главе перечисляются доктрины Которые входили в начатки учения Христова Оно включало в себя учение об обращении от мертвых дел И вере в Бога Учение о крещениях О возложении рук О воскресении мертвых И о суде вечном Это шестая глава послания евреям Но Писание побуждает нас Не останавливаться на этих началах Но идти дальше И поэтому мы читаем, что автор послания евреям Говорит, что нам необходимо поспешить к совершенству К твердой пище К тому, о чем надлежало нам говорить много В первом послании Тимофею 3.15 Павел называет церковь Столб и утверждение истины Это значит, что церковь должна хранить истину Она должна быть этим утверждением истины И поэтому для того, чтобы выполнять эту задачу Церковь должна знать, что именно она должна хранить Что именно она должна передавать И вот в этом несомненная польза вероучения И когда мы читаем историю Историческими причинами, которые побуждали церковь Заниматься образованием вероучения Были ереси Было преследование или гонение И само поклонение Богу Вот эти три причины побуждали Чтобы церкви было вероучение И в той церкви, где границы размыты Мы видим опасность разномыслия Заблуждения, лжеучения и ереси И поэтому христианам в первой церкви Было важно знать, что есть истина За какие истины нам нужно держаться И более того, за какие истины нам нужно страдать И может быть даже умереть, но не оставить эту истину Третий момент, на который я хочу отметить Это вероучение и христианин Мы посмотрели вероучение и Писание Мы коснулись вопроса вероучения и церковь И теперь вероучение и христианин Писание побуждает каждого христианина Быть готовым всякому требующему вас отчета В вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением Это первое послание Петра, 3 глава И этот текст ставит перед каждым христианином Задачу определения моего личного исповедания Мы можем сказать, что исповедание имеет две стороны С одной стороны, это исповедание грехов и покаяния в них А другая сторона исповедания Это исповедание того, что Бог дал спасение через Иисуса Христа И вот эти две стороны исповедания необходимы для спасения человека И когда мы рассуждаем вот об этом моменте Мы можем сказать, что для каждого человека необходимо ответить на вопрос Что значит быть христианином? Во что я верю? Кто для меня Иисус Христос? И ответы вот на эти наиболее важные вопросы Они формируют мое личное исповедание Когда я читаю Писание, я нахожу эти ответы И мой отклик, мой ответ, это и есть мое личное исповедание А мое личное исповедание, оно определяет мою жизнь Мое мировоззрение, мое поведение, мои ценности жизни И исповедание связано с верой Это отклик нашей веры Исповедание это не просто слова Это не просто знание, которое у меня есть Сам Христос сказал Не всякий говорящий мне, Господи, Господи Войдет в Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Итак, мы можем увидеть, что каждый христианин Должь иметь свое личное исповедание Но, если этот христианин член по местной церкви Тогда мы можем сказать, что его исповеданием Должно стать вероучение этой церкви Когда человек становится членом церкви Он этим самым заявляет о своем полном согласии С вероучением по местной церкви Это должно быть не только согласие Это должно быть решительное принятие вероучения этой церкви Это вероучение должно стать личным исповеданием Самого человека Совершенно ненормальная ситуация возникает тогда Когда христианин остается членом церкви И он не согласен с вероучением своей церкви по местной Другая ненормальная ситуация Она возникает тогда, когда христианин Не знает вероучения своей церкви Если христианин является членом церкви, и он не согласен с вероучением, тогда этому человеку нужно или поменять свое мнение, или поменять свою церковь. Он не может оставаться членом церкви, будучи не согласен с вероучением по местной церкви. Человек, который остается членом церкви, и он не знает вероучения своей церкви, ему можно посоветовать из текста 1 послания Тимофея, где Павел говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Сам Тимофей, по словам апостола Павла, исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом и пред Христом Иисусом. Так поступал Тимофей. И так Писание призывает каждого из нас, чтобы у нас было наше личное исповедание, которым я заявляю о своей вере. И поэтому настоящий христианин, как сказано в Писании, он призван хранить истины вероучения, он призван держаться его и пребывать в нем. Давайте коснемся следующего вопроса, это источники вероучения. Конечно, мы понимаем, что самым первым источником вероучения является Писание. Но что значит, что мы говорим, что источник вероучения – Писание? На каком вообще основании мы можем заявлять о необходимости и важности вероучения? Есть ли в Священном Писании какие-либо указания на необходимость вероучения, на то, что в Церкви должно быть вероучение? Можем ли мы найти это подтверждение в тексте Священного Писания? Мы рассмотрим несколько понятий, которые я назвал предпосылками или источниками вероучения. Несколько моментов, которые в Священном Писании побуждают поместную Церковь иметь вероучение. Первое такое понятие – это вера. Мы читаем с вами послание Иуды в третьем стихе. Апостол Иуда пишет и говорит «подвязаться за веру, однажды переданную святым». Слово «вера», вот здесь вот послание Иуды, оно явно относится к понятию вероисповедания, то есть к определенному списку учения. Это слово, вот здесь послание Иуды, оно отличается от фразы, например, «вера Авраама». Потому что, когда мы говорим «вера Авраама», это указывает на личную веру Авраама в Бога. Но вера, переданная святым, она означает сумму библейских истин. Вот подобную мысль выражает Павел в послании Коринфина, 15 главе, когда он говорит о Евангелии, которую он первоначально преподал вам, что и сам принял. И поэтому мы видим, что дальше, вот в этом 15 главе 1 Коринфина, Павел перечисляет список библейских истин. Он перечисляет доктрины, которые составляют это Евангелие. В послании Галатам 6.10 Павел призывает «делать добро всем, а наипаче своим по вере». Мы задаем вопрос, кого он имеет в виду под своими по вере. Апостол Павел в этой ситуации говорит о тех, которые верят так же, как и мы, имеют то же учение, имеют те же доктрины. То есть это те люди, которые имеют то же самое вероучение, которое имеем мы с вами. Павел пишет титул, которого он называет истинным сыном по общей вере. Что он имеет в виду? Он имеет в виду общее вероучение. И вот эти примеры показывают нам, что вера в некоторых текстах Писания, оно означает совокупность библейских истин, которая передается верующим, и которой необходимо ревностно сражаться и защищать ее. Мы можем сказать, что в этом смысле это слово «вера» – это источник вероучения. Отсюда берется наша необходимость выработки вероучения. Второе, что я нахожу, это здравое учение. В Писании слово «мучение» обозначается вся совокупность фундаментальных богословских истин, которые определяют и раскрывают благую весть. В Библии мы находим указания на то, что христиане первоапостольской церкви собирались для того, чтобы уже известную истину сформулировать и передать неискаженно и верно. Яркий пример этого – это то, что в 15 главе книги «Деяния апостолов» мы встречаемся, что апостолы собрались для того, чтобы решить вопрос, как отстоять истину оправдания поверья. И они принимают решение на этом соборе в Иерусалиме. И когда мы думаем, что же они приняли, какое решение было принято, 16 глава «Деяния апостолов», 4 стих, так написано. «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Вот в этом слове, в этом тексте слово «определение» – это греческое слово «догма». У нас его переведено как «определение». И первоначально слово «догма» означало «норма» или «декрет» в отношении государственных указов. Вот в Новом Завете мы встречаем это в таком секулярном смысле, как указ о переписи, помните, 2 глава, повеление Кесаря. Это все были догмы, то есть повеление или определение. Но вот здесь, в 16 главе «Деяния апостолов» слово «догма» приобретает новое значение. Вот с этого момента догмами стали называться апостольские декреты, которые были приняты в Иерусалиме. Как считает Луис Берков, этот текст стал началом использования слова «догма» в богословии. И первоапостольская церковь имела истины, которые она называла «здравое учение». Это были определенные истины Евангелия, которые были составлены вместе и назывались «здравым учением». И кроме этого, уже в то время были люди, которые учили иному. Мы читаем 1 Тимофею 1 глава. Это иное учение включало в себя в басни и родословные, которые приводили к спорам. Здравое учение, оно доставляло назидание вере. И по этому учению, по здравому учению, было дано ясное определение греха, который был противен здравому учению. Это 1 Тимофея 1 глава. И Павел говорит о том, что настанет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. И так мы можем сказать, что понятие, которое мы находим в посланиях Павла, «здравое учение» – это тоже предпосылка, это тоже источник вероучения. Третий момент, который я нахожу в Священном Писании – это образ здравого учения. Апостол Павел употребляет это словосочетание, которое и тесно связано со здравым учением. Но здесь есть интересная особенность. 2 Тимофея 1.13 написано так. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Греческое слово «хутопосис», которое вот здесь вот у нас переведено как «образец», в 1 Тимофея 1.16 переведено как «пример». Это слово буквально обозначает модель, форму или стандарт. Это значит, что в этом тексте Павел побуждает Тимофея держаться стандарта учения, которая была основой в учении самого Павла. И здесь важно заметить, что Павел говорит не только о смысловом содержании этого учения, он говорит о форме этого учения. И форма этого здравого учения, она указывает на слова, которыми выражено это учение. И поэтому мы можем сказать, что любая область знания, она имеет свои термины, которыми выражаются какие-то понятия. И в церкви есть такие термины. Например, слова «троица» нет в Библии, но она выражает библейский факт о том, что Бог – это единая сущность в трех личностях – Отец, Сын и Дух Святой. И поэтому использование слова «троица» имеет важный вероучительный аспект. Оно отражает концепцию и показывает богословскую позицию человека, который принимает истину о Троице. Если в нашей церкви за кафедру выйдет человек, который начнет говорить о том, что Троица – это не библейская истина, нам сразу станет понятно, что этот человек проповедует ложное учение. И вот такой подход мы находим в самых различных терминах. Это термин греховность, воплощение, искупление, благодать, оправдание, спасение, освящение. Большинство этих слов употребляются в отдельных текстах Писания. Но в вероучении эти тексты собираются вместе. И к этому слову дается общее значение, которое определяется в Священном Писании. И вот здесь мы видим, что апостол Павел побуждает Тимофея не просто выучить весь Ветхий Завет. И когда Тимофей проповедует, не просто читать текст Писания. Апостол Павел побуждает Тимофея, что это должно быть не чтение Писания, это должно быть образец здравого учения. То есть это должна быть проповедь истин священного Писания, который Тимофей должен знать. И когда апостол Павел обращается к Тимофею и говорит об образце здравого учения, Посмотрите, что имеет в виду сам апостол Павел. 2 Тимофея, 1 глава, с 8 стиха. Когда Павел говорит об образце здравого учения, он перечисляет истины, он перечисляет доктрины. И вот в этом тексте, который мы прочитали, мы находим учение о Боге, учение о Христе, учение о смерти и воскресении Христа, учение о спасении. То есть это одно предложение, оно содержит в себе несколько вероучительных истин. И это образец здравого учения. В послании Римлянам, мы читаем 6 глава, 17 стих, Павел благодарит верующих, и он говорит, которые от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Слово образ здесь, это греческое слово тупос, оно означает модель или копия. И буквально вот слово тупос употребляли в металлургии как шаблон для отливки деталей. И поэтому словосочетание образ учения, оно важно здесь, потому что оно показывает на формальную версию документа, письма или диктрета. И некоторые богословы видят вот в этой фразе, Римлянам 6,17, что кредо Евангелие, которому посвящал себя человек. И говорят, что тогда, в первое время, когда в первоапостольской церкви, прежде чем христианину преподавалось крещение, он должен был заявить, он должен был сказать свое исповедание. И вот это как раз слова, которые он произносил в тот момент, это были образец здравого учения. Четвертое, что я нахожу, это библейские исповедания. Первым исповеданием Нового Завета можно считать слова Петра, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это исповедание состоит из двух частей. Это признание Христа Мессией и признание Христа Сыном Божьим. И Петр произносит это исповедание в ответ на вопрос Иисуса. Христос спрашивает, «За кого вы почитаете меня?» И слова Петра были его исповеданием. И поэтому мы видим, что сам Христос побудил Петра выразить свое исповедание. И поэтому таким образом исповедание – это наш ответ на вопрос, что мы думаем о Христе, за кого мы его почитаем. Сам Христос говорил о необходимости исповедания. Евангелие Матфея 10.32 сказано, «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедуй и я пред Отцом моим небесным». Вот этот текст подразумевает, что христианин должен знать основу библейских истин, для того, чтобы исповедовать их перед другими. Если я должен исповедовать, я должен знать, что я должен исповедовать. И вот этот смысл и в 1 Петра 3.15, где сказано, «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему повании, дать ответ скротостью и благоговением». Мы видим, что в некоторых текстах Священного Писания записаны краткие исповедания Первоапостольской Церкви. Это были креда, это были вот эти краткие исповедания. Один из ярких примеров этому – это Римлянам 10.9 сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Вот в этом тексте Павел указывает на две важные причины, которые ведут человека ко спасению. Первое – это вера, вера в доктринальную истину «Бог воскресил Иисуса из мертвых». И второе – это публичное исповедание. «Иисус есть Господь». Человек заявлял это публично, он заявлял это пред всеми. И посмотрите, Павел в этом стихе, он не говорит, что если вдруг в какой-то момент у тебя будет чувство радости в сердце, и ты воскликнешь от этой радости, радостным возгласом, ты получишь спасение. Павел говорит не так. Павел говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, тогда спасешься». И вот здесь мы видим, что вера и исповедание, они неразрывные. Они необходимы для того, чтобы человек получил спасение. И поэтому мы можем сказать, что все вот эти примеры новозаветнего исповедания, они являются источниками вероучения. Пятый момент – это предание Павла. Когда Павел говорит о важности передачи истинного учения, он иногда употребляет слово «предание». Посмотрите, 2 Фессалоникийцам 2, 15. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Вот это слово «предание», оно ясно связано с формой, как передавать учения, так, как Павел его передавал, теми словами, теми выводами, теми заключения. Это слово «парадосис», оно буквально означает «традиция». И в данном случае оно означает «нормы или правила», как в этическом, так и в доктринальном смысле. И Павел писал Фессалоникийцам, и он там писал о втором пришествии Христа. Он видел заблуждения, которые приходят там. Он видел, что христиане неправильно понимают этот вопрос. Он видел, что они становятся на греховный путь. Он говорит, держитесь предания того, как я учил, те слова, которыми я объяснял Писание. Вот этого пути держитесь, и тогда вы будете спасены. И поэтому мы видим, что еще в некоторых других моментах Павел употребляет эту фразу. «Предание» оно не означает какое-то тайное учение, которое потом открывается. Оно не означает какое-то добавление к Священному Писанию, как это в православии есть. «Предание», которое имел в виду апостол Павел, это образ его учения, это вся совокупность учения, которые Павел проповедовал. И мы можем сказать, что предание, о котором говорит Павел, это тоже один из источников вероучения. И, наконец, последнее, это вероучение как хвала. В наше время, в век прагматизма, вероучение часто воспринимается как просто какой-то сухой свод доктрин. И забывается одна важная истина. Вероучение несет славу Богу. Когда мы произносим вот эти истины вероучения, в этом самом произнесении этих истин есть слава Богу. Потому что самое первое вероучительное утверждение апостольской церкви «Иисус есть Господь». И когда христиане произносили эту фразу, эта слава звучала в их словах Господу. Послание филиппийцам во второй главе, вот весь этот отрывок, это хороший пример вот такого хвалебного исповедания. Вообще некоторые исследователи считают, что вот эта фраза 6 по 11 стихи, которую Павел использует, это была цитата из раннехристианского гимна, которым христиане прославляли Бога. И там, помните, окончание этой фразы и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Когда мы читаем вероисповедание, эта слава звучит Богу от того, что мы произносим эти истины. Мы читаем этот же пример, 1 Тимофею 3,16, где Павел перечисляет «Великое благочестие тайна». И потом перечисляет одну доктрину за другой, о том, что Бог пришел во плоти, оправдал себя в духе. И в конце он произносит слова «Вознесся во славе». Когда христиане произносят эти слова, это «слава Богу» звучит, потому что мы истину провозглашаем. 1 Тимофею 1, глава с 15 стиха мы читаем такие слова «Верное и всякого принятия достойно слова». И потом идут перечисления доктрин. И посмотрите, как написано, «Что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Павел, произнося вот эти истины вероучения, он понимает, в самом произнесении этих истин звучит «Слава Богу!». Итак, мы рассмотрели с вами предпосылки или источники вероучения. И мы увидим, что в Священном Писании вот все эти примеры, они показывают, что есть библейское основание для утверждения, что наличие вероучения в церквях евангельских христиан-баптистов необходимо признать не только соответствующим библейскому учению, но обязательным и необходимым. Давайте коснемся вопроса содержания вероучения. Что должно входить в вероучение? Какие истины или доктрины должны быть содержанием вероучения? И здесь нужно отметить два момента. Это доктринальная сторона и практическая сторона. В вопросе доктринальной стороны нам необходимы основные библейские истины, чтобы наше учение было библейским. В вопросе практической стороны вероучение должно содержать библейские ответы на те вопросы, на те вызовы, с которыми встречается Церковь в настоящее время. Итак, первый момент, доктринальная часть. Какие именно доктрины должны быть в вероучении? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны задать вопрос, какова основная тема Священного Писания? Если вероучение отражает основные истины, тогда какая основная тема Писания? Когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что основная тема, центр всего Писания – это Иисус Христос. И поэтому доктринальная часть вероучения, она должна содержать доктрины откровения Бога во Христе и спасения человечества через Христа. У нас есть целый список, и вы можете посмотреть в этом конспекте, я привожу целый список текстов Писания, в которых перечисляются эти доктрины, в которых центр Иисус Христос. И поэтому мы и так должны прийти к этому, что вот в этих текстах, которые мы находим, мы видим суммирование библейских истин, и основа – это исповедание Иисуса Христа. И поэтому мы можем сказать, что основная фраза «Я верю, что Иисус – Господь» – это как бы центр доктринальной части. Таким образом, учение о Слове Божьем, о Триединном Боге, о сотворении и грехопадении человека, об искуплении во Христе, о средствах спасения и духовной жизни, о Церкви и о Втором пришествии Иисуса Христа, должны быть обязательными в доктринальной части всякого вероучения. Такие доктрины, как божественность Христа, воскресение Христа, спасение по благодати через веру, учение о Троице, учение о крещении Духом Святым, учение о водном крещении и о вечере Господней, учение о воскресном дне, учение о небе и аде, необходимы вероучении не только как важные учения, но и для отражения заблуждений. Это доктринальная часть. Вторая часть – это практическая часть. И практическая часть вероучения, она должна содержать ответ на те проблемы и вопросы, с которыми Церковь сталкивается в настоящее время. Именно вот эта часть вероучения может дополняться, она может изменяться. Почему? Потому что в разные периоды жизни христианской истории Церковь сталкивается с самыми различными проблемами, с самыми различными ересями, заблуждениями, влияниями этого мира. И вот в практической части Церковь должна давать свой ответ на те проблемы, с которыми она сталкивается. И поэтому мы можем сказать, что вопросы семьи, отношения к вопросам государства и культуры, вопросы церковной дисциплины и практической жизни христианина, они должны занимать достойное место вероучения, учения о святости и грехе, учения о браке и отношения к абортам, вопросы отделения от мира, учения о свободной воле человека, вопросы предопределения и утраты спасения, отношения к оружию, влияние харизматического движения, вопросы секуляризации и политизации Церкви, вопросы целомудрия и благочестия. Все это те вопросы, которые являются вызовами для Церкви сегодня, и которые, возможно, должны быть отражены в современном учении евангельских христиан-баптистов. Итак, мы посмотрели на сущность вероучения. И теперь мы переходим к функции вероучения. И мы дадим ответ на второй вопрос, для чего нужно вероучение. И в этой ситуации мы можем отметить, я отмечаю, шесть моментов, шесть пунктов, которые показывают необходимость и важность вероучения сегодня. Первое – это единство. В вероучении есть основа единства по местной церкви. В книге пророка Моста сказано, пойдут ли двое вместе, не сговорившись. Всякий христианин, который желает иметь единство с другим христианином, он должен строить это единство на основе вероучения. Павел побуждает верующих быть в единомыслии между собою по учению Христа. И это единство возможно только по учению Христа. Это означает, что всякое духовное единство христиан, касается ли это разных церквей, касается ли это отдельно взятых христиан, оно возможно не в пределах одних целей, которые выбирают церкви, оно возможно только в пределах одного вероучения. Церковь не может быть едина, если у нее нет вероучения. Церкви, которые отказываются от вероучения, все non-denominational церкви, как сегодня в Америке называются, они несостоятельны в библейско-богословском вопросе, они не жизнеспособны в практике своей. Такие церкви имеют внутреннее противоречие. И поэтому в этой ситуации, когда члены церкви имеют одно вероучение, только тогда они могут исполнить повеление Павла. Он пишет так, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Приводит ли вероучение к разделениям? Да. Но в этой ситуации мы должны сказать, что разделение совершает не вероучение. Разделение приводит тогда, когда люди не желают стоять в истине. Вот таковые люди приводят к разделениям. Павел пишет об этом в 16 главе римлянам. Он говорит, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». То есть мы видим, что не вероучение приводит к разделению, но люди, которые идут против истинного учения. Вторая функция – это чистота. Вероучение помогает сохранить чистоту евангельского учения. Мы читаем послание Иуды, сказано, «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел занужнее написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Переданная истина, которая идет от Христа, от апостолов, она должна остаться неизмененной, она должна сохраняться из поколения в поколение. И поэтому вероучение связывает поколение воедино. Оно связывает сохранение чистоты, определяя те доктрины, которые нужно отстаивать, которые нужно сохранять. Писание ясно говорит о необходимости сохранения веры. И мы читаем, «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, держись образца здравого учения, который ты слышал от меня». И мы видим, что Павел переживал, что в коринфянской церкви могут начаться проблемы, они могут уклониться от простоты во Христе. И вот это уклонение, оно происходит тогда, когда люди начинают проповедовать другого Христа, когда они начинают проповедовать иного духа, иное благовествование. И суть заключается, что для того, чтобы нам определить, кто проповедует ересь, кто проповедует заблуждение, нам необходимо вероучение. Вероучение сохраняет церковь в чистоте. Третье – обучение. В вероучении есть инструмент для христианского обучения. В Библии более 773 тысяч слов. И мы никогда не сможем запомнить их наизусть. Тем более молодой христианин, новообращенный христианин. Это невозможно, хотя может быть и полезно, и на протяжении всей жизни выучить Библию наизусть. Но Писание призывает нас, и это мы находим в великом поручении, научить, научить народы, научить верующих. И тогда, когда мы понимаем, что нам нужно учить из Слова Божия, нам необходимо знать, чему мы должны учить. Потому что всякое обучение, оно должно определить фундаментальные истины. И вот вероучение помогает в обучении, помогает церкви выполнить это предназначение, чтобы учить Слову Божьему. Четвертая функция – это дисциплина. Вероучение дает стандарт для церковной дисциплины. Служители, которые избираются в церкви, они должны соответствовать вероучению. Члены церкви, они должны соответствовать вероучению. И Писание говорит, что если люди не соответствуют, тогда приходит вопрос церковной дисциплины. Мы читаем 1 Тимофея 1.20, Павел там говорит об имене и Александре, которых он предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Мы точно не знаем, что там была за ситуация. Мы не знаем, в чем выражено было это богохульство. Но мы видим, что это было лжеучение какое-то. Они принесли лжеучение в церковь. И поскольку они не соответствовали учению Священного Писания, нужна была дисциплина. И Павел совершает это. Пятое – это свидетельство. Вероучение предлагает свидетельство тем, кто вне церкви. Церковь должна быть светом, она должна быть солью. Есть самые разные методы донесения истины людям неверующим. Но вот вероучение – это один из этих методов. Потому что неверующие обычно спрашивают, во что вы верите? И люди, которые не имеют вероучения, говорят, мы верим в Библии. И все. И они не могут конкретно сказать, во что именно они верят. Когда у нас есть вероучение, мы говорим, мы верим Священному Писанию. Вот что говорит Писание. Вот чему учит Писание. И на основании вероучения мы говорим самые основные истины Священного Писания. Поэтому вероучение, оно помогает нам в свидетельстве. И, наконец, последнее, шестое – это стандарт. Вероучение обеспечивает стандарт для оценки нового учения, возникающего внутри церкви. Мы живем в такое время, когда все больше и больше приходит отступление. Отступление внутри церкви. Люди начинают исказать Писание. Люди начинают извращать Писание. И церкви нужно вероучение, чтобы был стандарт учения. И всякое лжеучение, которое возникает в церкви, оно должно проходить через этот стандарт. Вот этот способ защиты, мы находим, он должен быть библейским. Писание говорит, возлюбленные не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, я прихожу к заключению. Мы рассмотрели с вами сущность вероучения, и мы рассмотрели функции вероучения. И вот рассмотрев все это, я делаю четыре вывода. Первое. Вероучение есть неотъемлемая и важная часть домостроительства церкви. Второе заключение. Библия дает достаточное основание, чтобы считать наличие вероучения в церкви библейской практикой. Третье. Отказ от вероучения приведет к духовной болезни церкви и откроет возможности для уклонения в лжеучение. И четвертый вывод. Мы должны хранить истину учения Писания, используя вероучение, своевременно отвечая на проблемы церкви сегодняшнего дня. Я привожу одну цитату. Это цитата Кэролла, первого президента Южно-Западной семинарии. Он сказал так. Современный клич «Меньше вероучений и больше свободы» есть дегенерация в сторону беспозвоночности. И означает меньше единства, меньше морали и больше ереси. Это очень опасный грех – стремиться к свободе в обмен на библейское учение. Да благословит нас Господь, принять совет апостола Павла, который говорит во 2 Тимофею 3.14 «Прибывай в том, чему научен». Аминь. Аминь. Спасибо, брат. Большое. Я думаю, братья и сестры, что сегодня уже мы получили достаточно серьезного материала для нашего рассуждения. Петр Викторович, где-то далеко. Нет, брат, пожалуйста, сюда проходи для объявлений. Но я, в свою очередь, тоже хочу сделать некоторые просьбы, чтобы завтра пресвятера, которые уже приехали и кто подъедут, передайте как-то да, чтобы мы могли собраться к 8 часам утра пресвятера церквей. Есть такая необходимость – обсудить некоторые вопросы. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Ну и хочу поблагодарить братьев, которые сегодня уже поделились словом. Вы задали хороший тон, вы задали серьезный настрой для работы съезда на будущие дни. И я думаю, что для молодых людей, для наших братьев и сестер, это пища твердая. О которой нужно размышлять. Сегодня все хорошо. Что будет завтра, мы не знаем. Поэтому вот эти наши общения, пусть они делают вас твердыми и укрепляют в вере. Благослови Господь вас, братья, и дальше передавать эту истину евангельского учения как образец. Сейчас Петр Викторович сделает объявление. Потом мы все споем заключительный гимн вместе. И Петр Викторович потом закончит молитвой наше сегодня вечернее служение. Дорогие братья и сестры, я вам очень благодарен, что вы решили, представители церквей объединения, решили провести этот 13-й съезд в нашей церкви. Для нас это честь. Господь благословил нам этим зданием. Оно нам очень нравится. И оно для нас удобное, уютное. И с Божьей помощью, а также вашей, мы уже почти закончили весь ремонт. Поэтому для нас очень приятно, что этот съезд 13-й пройдет в нашем помещении. С другой стороны, приношу извинения, что, возможно, кто-то чувствовал себя неуютно на разных языках. На украинском, на русском, на английском. Кто-то подумал, может быть, когда начали петь на английском, думали, а зачем оно надо. Наша печаль, братья и сестры, в том, что хорошая русская речь становится постепенно иностранной. Я вот спросил, молодые ребята сидели со мной, вы понимаете все, говорит, много слов непонятных для нас. Мы верим в то, что средства, которые мы используем, должны быть понятны людям. Это основной принцип баптистов. Они использовали понятный язык народа, с которым они жили. Вокруг нас живут люди, говорящие на английском, на русском, на украинском. Мы с Божьей помощью в нашей церкви стараемся использовать разные средства. У нас есть старые, очень старые, медленные, очень медленные, быстрые, очень быстрые, очень быстрые, тихие, очень громкие. И наполовину, с тем, чтобы достигнуть как можно больше. Поэтому, извините, если немножко кого-то это смутило, но завтра будет по-другому. Музыкальное служение будет в другие церкви. Вы просто побывали в нас на собрании. Спасибо вам большое, спасибо молодежь, что послужили нам. Объявление хочу сделать вот какое. Сейчас наша, эта часть служения наша заканчивается. И те братья и сестры, которые нуждаются в ночлеге, пожалуйста, подойдите к брату Адаминке. Или еще по-другому, если вы не знаем, кто он такой, вы просто в фойе задержитесь. И наши братья и сестры по местной церкви, останьтесь те, которые готовы принять к себе на ночлег ваших братьев, сестер. И вы просто останьтесь, и мы разберем. Поэтому, кому нужен ночлег, пожалуйста, в фойе подойдите ко мне. Или там будут братья. А еще лучше просто подождите. Наши братья и сестры задержитесь. Кроме того, хочу обратить внимание нашим братьям, сестрам нашей церкви и других церквей, которые поместны. А завтра у нас будет собрание, так, в 6 часов. Еще одно собрание будет. Пожалуйста, будут проповеди, будет интересная музыкальная программа. Я так понимаю, будут другие. Мы не пользуемся своим правом, что принимающая церковь ведет музыкальное служение. Сегодня только наша часть. Завтра будут другие церкви вести музыкальное служение. Это будет очень интересное собрание, назидательное. Воспользуйтесь этой возможностью. Позвоните своим друзьям, родственникам. Пригласите их. Я думаю, что это будет служение, которое мы будем долго помнить. Да благословит вас всех Господь. Спасибо. А сейчас, наверное, мы будем петь. Последний гимн. И потом довольны. После пяти. Гимн. Подписывайтесь. О, благодать, спасой, я из пучины. Я был мертвый чудом, стал живой ты след, и вижу свет. Спирка внушила сердцу страх, затем дала покой. Я, сколь души, излил слеза. Твой мир течет векой. Прошел немало я стерпит. Не вздох и черный мир, но ты всегда была со мной. Ведешь меня домой. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! Слушать Слово Твое, поклоняться Тебе, да будешь Ты возвеличен, да будешь мне прославлен в нашей жизни, в нашем служении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословения Вам, братья и сестры.